Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение Священного Писания, книги Ветхого Завета «Исход» на библейском портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Солодков Андрей Иванович. Преподаватель Николы Перевинской средственной семинарии Российского православного университета. И мы читаем с вами 34 главу, которую можно по праву назвать «Обновление Завета с народом израильским». Мы помним, что Моисей, видя пляски народа израильского, который сотворил в себе тельца, который сотворил в себе идола и впал в праздность, Моисей, видя всё это, первые скрижали Завета Десятисловного Закона были разбиты. И вот Господь после покаяния народа израильского, Он возобновляет с ними Завет Новый и вводит их в обновлённый Завет тот, который был Ему дан в самом начале, о котором мы читали в 20 главе. Итак, 34 глава сказано «И сказал Господь Моисею, «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе, даже скот мелкий». То есть здесь даются те же повеления, которые были даны в 19 главе книги «Исход», где Моисей, как мы помним, сделал даже черту, за которую не могли приступать люди и даже священники, некоторые и левиты. Только один Моисей призывался в святая святых на гору Синай, где он получал заповеди от Бога. Далее сказано, что Господь прошел, 6 глава, пред лицом его, и возгласил Господь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долгдерпивливый и многомилостивый и истинный. Часто у людей складывается такое впечатление, что Бог Ветхого Совета, Бог злой. Но это на самом деле неправда. Бог всегда и ныне, и всегда один и тот же. Сказано у малых пророков, ибо я Господь, и я не изменяюсь. Бог действительно неизменен. Но в зависимости от того, как народ воспринимает Бога, он выражает и старается выразить, насколько он его понимает. Но мы здесь видим, что Бог говорит, что Он Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, в детях детей до третьего и четвертого рода. Мы помним с вами, что третья заповедь, где сказано, «Непроизноси имени Господа Бога твоего напрасно», там звучит это предостережение, что человек, который, так вот скажем, прохладно относится к Богу, а всякий человек, который к Богу относится пренебрежительно, а Бог есть жизнь, источник жизни, то середины как бы нет, то человек тогда в свою душу впускает состояние смерти, то есть отлучения от Бога. И такое состояние долгое время уврачевывается Богом, как сказано, до третьего и четвертого рода. Что это означает, снова повторю. Дело в том, что если, например, родители болеют каким-то заболеванием, скажем, хроническим заболеванием, то часто такие заболевания передаются и детям, например, порог сердца и другие болезни. А грех передается точно так же, то есть и склонность к греху, и привычки, наклонности. Например, если родители страдают алкоголизмом, дети тоже могут страдать и унаследовать эту вредную привычку. Или наркоманы, например, тоже наследуют эту привычку. Поэтому сказано, что Бог наказывает за вину отцов в детях и детей до третьего и четвертого рода. И сказано, милуют до тысячи родов. То есть любящим Бога милость сохраняется до тысячи родов. Если даже люди впадают в какое-то согрешение, но их, например, предки были благочестивы, то за милость этих предков Бог может и миловать. Удивительный такой промысел Божий о человеке. Тем не менее, тех, кого наказывает за вину отцов, это не означает, что они автоматически не могут никак избегнуть греха. Ничего вообще в Священном Писании нет такого автоматического. Если мы скажем, что есть какой-то механизм, мы сами тогда будем индусами. Это в индуизме верят в закон кармы, который умолить нельзя, который незыблемый, он правит, как некая машина. А человек – это всего лишь винтик в этом механизме. Нет. Мы верим в личностного Бога, который прощает из-за вину отцов и своих детей. Но дается такое предостережение нам. Почему до третьего и четвертого рода? Ну сколько, например, человек, скажем, живет 70, а еще 80 лет? А еще в силах, как сказано. Поэтому можем дожить для своих внуков и правнуков. То есть правнуки – это четвертое поколение. И в этом смысле правнуки, если видят наш грех в нас, они могут и склонно ему подражать. И здесь звучит такое предостережение, чтобы это не отразилось на наших поколениях для нас с вами, а не то, что Бог хочет наказать и только ищет, как бы за что наказать человека. Поэтому перед тем, как об этом сказано, то, что мы прочитали, звучат эти слова, что Бог – человеколюбивый, 6 стих, и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. И далее мы считаем, что Господь дает предостережение Моисею, когда он будет путешествовать далее в землю обетованную с народом израильским, вести его в прообраз Царствия Божия. «Смотри, не вступай в союз, 12 стих, с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель. Он – Бог Ревнитель». Действительно, Бог любит нас до ревности. Некоторые люди склонны говорить, и часто можно слышать такое в православной среде, что иногда говорят, ну вот этот человек, ну все, во мне бес, или там этот человек бесноватый. Хочу напомнить, что Бог – Ревнитель. Если даже, как советуют отцы церкви, перевести это на человеческие отношения, представьте, если человек один, ну по-хорошему, так ревнует другого человека, то есть старается его сохранить, старается, чтобы не причинилось им никакой зла, не эгоистической ревностью, а ревностью именно, чтобы услужить. Вот Бог – Он Ревнитель. Если Бог ревнует о нас, не надо думать, что сразу Он даст наши души на откуп дьявола. С дьявола здесь можно вспомнить разные книги Священного Писания, например, книгу Иова, где Господь по какому-то попущению дает иногда прикасаться дьяволу, но для того, чтобы испытать человека, а испытания нужны не Богу, а человеку, для того, чтобы человек мог укрепиться в вере. И далее мы видим с вами сказано «Не вступай в союз» 15 стих. И вот 16 стих, на мой взгляд, очень важный. Скажено «Не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». То есть здесь говорится о том, что есть запрет на брак между верующими и неверующими. Мы можем выходить замуж и жениться на людях любой национальности. Сказанного Иисусе Христе нет ни ельно ни иудея. Но вот вопрос веры, он очень важный. Мы видим здесь это предостережение, которое дает Господь. То есть такое же предостережение мы с вами встречали, если кто-то исследует и книгу «Бытия» в 6 главе. Именно всемирный потоп произошел в результате того, как сказано, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Это была причиной потопа. Вот там Господь говорит о том, что не вечно быть пренебрегаемым Духу моему. То есть кто такие были сыны Божии и кто такие дочери человеческие? Сыны Божии – это потомки Сифа. А сыны дочери человеческие – это каинитки, те, которые отступили от Бога. И между этими браками, смешанными такими браками верующие с неверующими, рождались, как мы помним, исполины. И о них сказано, что они люди, сильные и издревле люди. Действительно, это были огромного роста великаны. Почему о них сказано, что они славные? Потому что они свою личную славу любили больше, чем славу Божию. Не сказано, что они прославлены Богом, а сказано, что они были издревле славные люди. То есть как бы древность и некая такая традиция прославила их за собственную силу, личностный некий эгоизм. Это предостережение, которое достаточно серьезное. И для современного человека иногда некоторые люди думают, что вот я сейчас выйду за нему замуж, и он станет обязательно православный. Или наоборот, когда православный человек, христианин женится на неверующих, и думает, ну вот она меня так любит, и она непременно, конечно же, я ее приведу в церковь. Скажу, что вот на своей практике, уже так, видя немало лет уже в церкви, более 25 лет, вижу, что не всегда это получается у людей, чтобы вот выйти замуж или жениться, и привести человека к Богу. Лучше здесь, ну, если хотите, даже не мой совет, а вот свидетель Анзела Тауста, он так пишет, лучше сначала пусть он примет Христа, то есть станет православным, а потом уже выходить за него замуж. И наоборот, пусть станет сначала православным, и потом, пусть станет сначала православным, и потом уже жениться. Не бери, говорит, из дочерей их жен, сынам своим. Ну, вся история Ветхого Завета, особенно книга Бытия, она наполнена этими образами. Если мы с вами вспомним, например, Иакова, который, мать его говорила, что не женись на дочерях этих, а иди возьми себе единоверку. А Исаф, как мы помним, он женился как раз. И когда он женился на язычницах, то его мать и отец Исаак сказали из Иеревека, зачем нам это, и как мы дальше будем жить. То есть в доме происходит, в семье происходит некое нестроение, когда входит человек чуждый по духу, чуждый по духу там, где исповедуется Иисус Христос как Спаситель. В этом смысле снова повторюсь, что мы можем заключать браки со всеми людьми, и независимости от национальности. Главное, чтобы мы были с ними едины по духу. И далее мы видим с вами 34 глава. Она рассказывает о том, что здесь снова повторяется завет о субботе, шесть дней работы, а в седьмой день покойся. Здесь говорится о седьмом дне, в ветхозаветной субботе действительно соблюдалось. Это был один день покоя. Но в Новом Завете мы тоже чтим субботу. Но субботу мы чтим, а воскресенье празднуем, потому что в воскресенье воскрес сам Господь Иисус Христос. Поэтому в послании апостолу Павлу к евреям, 4 глава, 7 стих, содержатся такие слова. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Заметьте, сказано не суббота, а субботство, то есть покой. Где мы теперь в Новом Завете, после смерти и воскресения Христа обретаем покой? Конечно, во Христе. Христос сам нас призывает и говорит, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Теперь в нашей жизни мы уделяем не только один день для поклонения Богу, а всю свою жизнь посвящаем так или иначе, стараемся это делать, посвящаем Богу. К этому, по крайней мере, нас призывает Господь. Далее мы видим, что Моисей поднимался на гору, и там он беседовал с Богом. И когда 32, 33, 34 стих, говорят о том, что после сего приблизились «Сыны Израилевы», и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синаи. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Дело в том, что после беседы Моисея с Богом лицо его светилось, и люди не могли взирать на свет, который исходил от него. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывался нам Израилем все, что заповедано было. Человек, который общается с Богом, то и жизнь его меняется, само и естество человека меняется. И человек способен, такими были святые угодники Божии, которые накапливали, если так можно сказать, эту благодатную энергию, которая исходила от Бога. И, например, у нас есть почитание не только святых икон, но и мощей святых угодников Божих. И действительно, как сказано об этом в книге Царств, что когда один мертвый человек прикоснулся мощей пророка Божия Елисея, то он был мертвым и воскрес. Поэтому, действительно, после общения с Богом человек, то, что, как сказано и в Новом Завете, тогда светит свет ваш пред людьми, это происходит не просто в результате каких-то добрых дел, но естество человека преображается. Если мы с вами вспомним о том, что когда-то Господь явился своим ученикам, об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 17 главе, то есть день преображения Господня. И тогда, если мы с вами вспомним, явился Илья и как раз Моисей, о котором здесь сказано, что действительно лицо его просияло. Вот как по этому поводу пишет Блаженный Августин. Цитата. «Сорокодневный пост имеет большое значение, что видно и из Ветхого Завета, и из поста Моисея и Ильи, и из Евангелия, ибо столько дней постился Господь, показывая, что Евангелие не противоречит закону и пророкам. В лице Моисея изображается закон, в лице Ильи пророки, среди которых он, Христос, во славе явился на горе». Помним мы, на горе преображения. Конец цитаты. Как же мы сегодня можем... Вот Моисей общался лицом к лицу, может ли человек общаться? Кирилл Александрийский, святитель, пишет по этому поводу следующее. Что означает это покрывало, которое Моисей снимал и покрывал лице свое снова. Цитата. «Пока человек не обратится к духовному разумению, покрывало лежит на его сердце. И этим покрывалом, то есть дебилом разумением, как говорят и считают, покрыто само Писание. Это и есть то, что сказано о покрывале, лежащем на лице Моисея. Когда он говорил с народом, то есть когда он возвращал народу закон. И далее продолжает. «Если же мы обратимся ко Господу, где есть и Слово Божие, и где Дух Святой открывает духовное познание, тогда снимается покрывало, и тогда, открыв лицо в священных писаниях, мы созерцаем Славу Божию». Такая цитата. То есть святитель Кирилл Александрийский, он говорит о том, что открывается покрывало нашего сердца, когда мы с вами приближаемся к исследованию Священного Писания и исследуем его. Сказано, Слово Божие освящает человека. Божественное откровение способно нас наставить на путь, ведущий в Царствие Божие. Не будем им пренебрегать, будем снова и снова вспоминать слова Господа и Спасителя. Исследуйте Писания, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.